В имя Отца и Сына и Святаго Духа, Аминь. Дорогие братья и сестры, по милости Божьему с вами завершаем первый сельский сельский Великого Поста. Каждый для нас в своей жизни в первосыднице всегда является тяжелым, потому что нужно устраиваться на молитву, на подруге. И сегодня мы с вами ослужили в литургии прежде по священной дороге. Ведь для многих людей, которые ходят в храм довольно редко, это послужение непонятное. Вы не проявите торжественное пение, многие знают литургии, Яна Закрустского, Василия Великого. А я говорю, другие многие не знают, поэтому порой удивляясь, спрашивая, почему так, почему не так. Мы знаем с вами, что первые три века, когда было страшное ранение на християх, люди прочищались в тайну, проходили в храмы, брали святые дары с собой, имели специальные проживки, сосуды, и дома прочищались, из тракта ради людей святого. И позже, как говорится еще на Писании, предании, Григорий Твоеслов установил это благослужение для того, чтобы люди могли чаще почищаться. Потому что раньше, почищались вечером, люди работали, это благослужение совершалось в вечернее время. Люди должны только были святать хвост в вечернее шести часов. Ну, вот эта традиция, иногда в России есть, но очень мало. В большинстве, мы служим и другие явные завтаруства, Василия Великого. И, дорогие братья и сестры, действительно, этот великий хвост для нас имеет большое значение. Он должен вас настраиваться на духовную жизнь, этот великий подвиг, к тому, что не будет пуста, не будет молитв, мы не можем спаслись. Сам Господь молился 40 дней, я вижу на духовку, ведь я вел свой пример для нас с вами. Сегодня, дорогие братья и сестры, мы еще празднуем память, вспоминания Феодора Кивана. Сейчас после службы будет совершаться к нам он ему, и потом к холю, который мы рассветиме будем вам раздавать. этот великий богатник Божий, который жил в третьем веке, был замучен за Христа любовь, но почему он называется «фео», потому что с английского перевода новоизбранный император злочистили, который заставлял всех преклоняться к ложным богам, заставил его тоже поклониться, поможем, состоял в состоянии его больства. Он отказался, «Я верю единого бога, я не буду поклоняться твоим ложным богам». На что император сказал «Замучить». Он был мучен, с него строгали кожи, кости, бросили в темницу, но господь его усилил, и когда император уделал жиле, он приказал обезьях костер, лежит, его на костре. Но когда его возле костер, костер потух, и он предал свою душу. Вот такое мучение, такой великий сякой отошел к господу. Но прошло некоторое время, в 326 году, когда на престоле был император Илья, это был великий отступник. Почему отступник? Потому что он был предком племянника и любимого царя Константина, который восторжествовал православие, приток православия в Зинтии. И он не захотел идти в эту духовную жизнь, не сетли традиции православные, и он разобновил гонино христиан, хотя в это время уже было 70% православных христиан, и он продал людей страшным улучшением. Не исчезли никого, ни детей, ни жертв, ни мужей. И вот в одном из городов он решил осминяться христианами, он знал, что люди посятся, каждый пост, и он попросил своего помощника на миске этого города, чтобы господиод, который в посту великим, заменил пищу на рынке, чтобы эту пищу окропили из-за поклона жертвенности, то есть подносили жертвы животных, окропляли кровью, и чтобы люди освернились и над им насмеяться. Вот так было сделано, заменили пищу, но во сне Господь послал своеугодненько, утратиранно, превышен архиолею, которому сказалось, что не хотите на рынке, не покупайте ничего, ибо вся пища была посвернена должностной кровью, варите поливу, то есть варите пшеницу и укушайте ее в течение поста. Так архиолей прозвал свое пасху, и так было сделано, то есть Господь спас своих христиан. Брак и сестры, такое событие, которое мы празднуем каждый год, через чего мы всегда освящаем и готовим. Поэтому, брак и сестры, будем стараться и дальше в дальнейшие дни своего поста, хранить свою веру, будем стараться жить в православии, а самое главное стараться жить в молитве, терпении и особо никого не осуждать, потому что мы знаем, какой тяжелый греш приводит к осветению. мы зачастую не видим греха в себе, а видим грехи в своих близких, начинаем осуждать, начинаем жлиться, порой даже проклинать, но мы знаем с вами, что когда человек осуждает, он берет грехи от этого человека, а мы не знаем, как люди живут, какие грехи совершают, которые действительно люди несут великую тягу на себе, Господь порой дает скорбь, дает болезнь для того, чтобы человек не разумел, за какие грехи он страдает. Братья и сестры, будем хранить Господь, будем хранить чувству своей души, будем жить в красоте и молитве Господь Иисусе в честь и Сыне Боге помилуй меня грешною или грешному, совершая эту молитву Иисусу и чтобы Господь нас помиловал и вонок нам наследует Царство Небесное и праздник. Спасибо.